Всем привет! Сегодня уже могли бы вернуться Настя с Катей, но у Кати сделали карантин в классе и они решили еще остаться в Польше на 6 дней. Правда, 2 дня они там из-за этого потеряли, потому что в первый день они ездили в Краков, пытались сдать билеты, потом из Кракова ехали назад. Очень много времени у них это заняло и они никуда не успели сходить. А во второй день, получается, у них было выселение. В этом отеле было выселение в 11, а заселение в новую квартиру, которую они на 6 дней сняли, было в 4 часа вечера. Они просто просидели с чемоданами и ждали. Настя очень расстроена, потому что там нет интернета хорошего, она не может выложить видео, она уже вам смонтировала даже не одно, но не смогла загрузить. Грузила-грузила, я ей советовала на ночь пробовать ставить, ничего не помогло, интернет ужасный. Не знаю, как на новой квартире, в которую они переехали, может быть, там интернет будет лучше и все-таки у них получится что-нибудь загрузить, но не получится, тогда уже посмотрим, когда они вернутся с Польши. Я сегодня с утра думала, что заболеваю, у меня был насморк, поболевала голова. И смотрела влоги Вэ Виктории, вообще не понимая, как она отважилась поехать в Таиланд. Я смотрела сайт, на котором показывается число заболевших коронавирусом, и там в Таиланде оно сейчас реально увеличивается. То есть пару дней назад было 25 человек, сейчас уже 32, кажется. Но я поняла одно, что не обязательно к нам летать китайским самолетом. Вот так вот люди едут себе отдыхать, и с отдыха могут привезти даже и в Украину этот коронавирус. Ну, я не говорю про Вику. Вика говорит, что главное позитивно мыслить, я уверена, что они вернутся оттуда здоровыми. Но я имею в виду, что путей, в принципе, заражения, если так подумать, на любом вот таком курорте кто-то слетал, кто-то привез, и даже никто и не узнает. Вот так он может и появиться в стране неожиданно. И совершенно не обязательно для этого, чтобы к нам летели непосредственно из Китая. Ну, будем позитивно мыслить, надеяться, что всё это обойдёт стороной наши города с вами. Будем надеяться, что в Китае уже тоже эта вспышка прекратится, люди перестанут умирать, потому что душа болит за каждого, неважно, где он живёт. Вот. А мы сейчас отправляемся в эпицентр. Алису оставили с Надей. Она сейчас, по идее, должна уснуть. Я надеюсь, у Нади получится её уложить, потому что вроде как она уже улеглась, а потом опять начала скакать, потом Надя взяла книжечку. Вот. А мы сейчас сгоняем, нам надо там некоторые вещи по хозяйству. Ну, и просто расслабимся. Иногда так хорошо куда-то поехать без ребёнка, когда ты постоянно сутками с ребёнком дома, то иногда надо вот оставить с кем-то и поехать немножко отдохнуть. Дала. Привет. Катаетесь? Вы как будто загоревшие. Что? А? Как будто загоревшие. Потому что солнце. Подъезжаем уже к эпицентру. Ты себе что-то будешь покупать? Да вроде ничего не было. Инструменты все влезли во все яшечки? Даже лишний остался. А что-то как-то. Хоть куда-то прогуляемся. Конечно, ни в кафе. Традиционно. Ни в кафе, ни в кино. Я почему бы ни в кафе, ни в кино не ходил? Ты мне скажи почему. Мы с Костей решили купить комодик вот такой, чтобы складывать бельё для стирки. И он, видимо, последний. Нету ни штрих-кода, ни запакованных. Нас отправили куда-то там искать, где нам смогут написать его цену, артикул. Сказали, может даже сделать скидку за то, что товар с витрины. Нам пообещали сейчас принести запакованный. А я вам пока покажу. Вот такую зубную щёточку нашли для Алисы. Акула. Видите, она в акулу вставляется. Маленькая такая щёточка. От двух до восьми лет. Смотри, что это такое? Какая-то ширма с карманами. Не для одежды. Не может быть. Гардероб для одежды, точно. Это шкаф такой, Костя. Прикол. Какой-то походный шкафчик можно с собой в походы брать. Везём комод назад. Нам нашли запакованный такой. Уже с артикулом, со всем ценником. А я на кухню хочу новую скатерть. Сейчас буду выбирать. Наверное, вот такую с клубничками возьму. Чёрная, кстати, тоже прикольная такая, интересненькая. Мы с Костей в детский отдел, конечно же, зашли. Он говорит, ему нравится вот такая модель машины. Красивая. А мне вообще такие не нравятся, не знаю. Вот, ну, не знаю. Мне вот эти старые машины вообще не нравятся. Тебе реально нравятся? Конечно. Трикольные, старые, коллекционные. Капец. Ягуар. Ну, это ещё ничего. Хоть кабриолет. Это с утра, я думаю, Мерседа. Мне вот такие гораздо симпатичнее. Ну, новые модельки. Смотрите, что мы решили купить. Какой-то трек с петлями. И попробовать запустить машинки. Это должно Алиске понравиться. Нашли мы с Костей такое кольцо баскетбольное. Хотим дома повесить и попробовать закидывать мячик, попадать. И ещё нашли маленькую сову. Вот, как у нас огромная, это маленькая подушечка. Прикольно. Будет ребёнок у большой подушки. Я решила обновить мусорку у нас в туалете. И выбрала вот такую, вот эту. И как назло, их там нет запакованных сзади. Ну, везёт нам сегодня. Пришёл мужчина, говорит, сейчас Аж оттуда достанет. Представляете? Аж там сверху. Смотрите, как это делается на высоких лестницах. Только мы пришли домой, Костя бросился собирать эти ящички. А что там? А что там, так прям много всяких запчастей, да? Да. А я тогда пойду мусорку поставлю в ванной. Ну вот, против той, что у нас была, она намного больше. Плюс, она медленно закрывается. Вот, не хлопает. Чё, я испугалась, прохожу мимо, вижу, что там что-то лежит, кто-то сидит. Ты уже в батон залез. Что, домик ты себе придумал, да, Батошик? А клеёнки мы таки две купили. Чёрную Костя захотела, я с кузнечками. А Надя с Алисой тут играют. Ты мне скажи, какая тебе клеёнка больше нравится? Чёрная очень оригинальная. Вот эта Кате сразу понравилась. Ну и мне тоже она нравится. Больше чёрная нравится? Ну, знаешь, как-то да, наверное. Оно как-то будет смотреться необычно. Чёрную Костю выбрала, это я. Ну, это тоже нравится, но больше склонно к этой, наверное. Оно будет так оригинально. И смотри, какие они красивые, яркие. Мы достали то, что купили в эпицентре. Вот такие пуговки у нас уже есть с Алисой. Но у нас никогда не было таких вкладышей, куда их можно вкладывать. Видите? Такая интересная задумка. И шнуровка, и одновременно, как с Артер, что ли. О, там ещё и картонные вкладки есть, ты видишь? Да, вообще классно. Ещё не одна. Их для четыре штучки. Видишь, нельзя. Вот их вынимаешь, а сюда пуговку ложишь. Подожди, это не такая пуговка. А вот, тут ещё и такая есть. А здесь не вынимаешь. Давай сюда что у нас? Шнуровать надо. Да, пришнуровать надо. Сыр. Смотри, Алисочка, это шнуровка называется. Шнуровка. Видишь, берёшь шнурочек и приделываешь пуговку. Давай мышкой платьицы прицепим. Давай. Давай туда шнурочек. Сыр. Да, давай вот так шнурочек туда. Раз. Смотри, дырочку. Что они делают на кончиках этих шнурков, что они туда не лезут? Не знаю. Алис, смотри. Оп. Видишь? Пришнуровали к мышке сыр. Шнуровочка. Красную. Видишь? Давай тогда красную. И красный. А, это. Ну, классная, да? Угу. Зонтик. А вот кругляшка красная. Цветочек. Цветочек, Алисинь. Ой, зелёный. Да, это для зелёного. Молодец. Зелёный шнурочек. Только надо сначала пуговку положить. Да, что же мне. На, вот тебе пуговку. Давай вот так пуговку приделаем, да? Да, вот так, давай. Бери за кончик. Да, вот так. Умница. Молодец. Правильно. Вот так вот встал комодик. Уголок в ванной. Сейчас я в него положу бельё. Надо подписать белое. Сюда чисто белое складываю. Здесь надо подписать розовое, красное, там чёрное. И будем сортировать. Я сейчас тут разложила на стиральной машине то, что купила в эпицентре. Мыльницы. Я их купила сразу четыре штуки, потому что мне надо для детского мыла, для взрослого мыла, для мыла стирать и для мыла стирать детские вещи. Вот. Это я купила такой на присоске. Видите, буду вешать сюда полотенушка для Алисы. Ну, зубную щётку я вам показывала. И вот ещё один очень красивый тоже крючок. Стоп, а он не на присоске? Ой-ой-ой. Нет, я думаю, что он всё-таки на присоске. Он там нарисованный вроде как клеится. Вот, тоже повесить что-нибудь в ванной. Сейчас это буду всё лепить на свои места. Всё, я всё развесила. Алиса уже новой щёточкой зубы чистит на ночь. А щёточка, слушайте, оказалась такая прикольная. Это вот... Это вот акула? Давай, воткни щёточку в акулу. Поставь. Не, наоборот, наоборот. Да, вот так. Так. Рыбка. Рыбка, да. Получается, что акула съела рыбку. Да? И в тюлени. Боже, я боюсь кран уже трогать. Я сейчас дотронулась до стиральной машины ногой. Она меня стукнула током конкретно. Костик купает Алисоньку. Видите, она спокойно даёт намыливать себе голову. Хорошо, что шампунь без слёз. Костя, он же весь у неё в глазах. Ну да. Шо, ну да. Не делай так, чтобы он в глазах был. Ну да, говорит. Шампунь без слёз. Я говорю, ну да, без слёз. Не возражает. Бедный ребёнок. У неё вон игрушечный душ, видите, она поливает. Лисюня, лей себе на голову. Поливай на голову себе. Смывай шампунчик. Сама. Будешь совсем самостоятельной. Вот так. Молодец. И второй ручкой мой. У нас ребёнок к трём годам будет всё самостоятельно делать. Мы всё самостоятельно. Я уже разложила бельё по цветам. Довольная, как слоник. Видите, здесь у меня синяя, там у меня красная. Супер просто здесь белая. Самостоятельный человечек моет голову. Молодец. Всё? Всё смыло? Не, не всё. Ну давай, папа ещё домой. Хочу так, а? Да, совсем малость. Представляешь, чтобы я так Катю мыла в её детстве. Она страшно боялась мыть у олова. Она всегда кричала, плакала. Там вроде тоже был без слёз. Кря-кря там всякие были. Это кря-кря, а этот немецкий, по-моему. Ну да, немецкий. Всё. Всё, кое-кто уже выкопался. Всё. Всё чистенькое, да? Чистенькое. Чистенькое. Уже скоро и спать будем. Ага, это так кажется. Это обманчиво. О, а что мы будем играть? О, мы будем пазлы собирать. Пазлы. Пазлы, ух ты. Кути. Очень простые пазлы. Базлы. Каждое животное разделено просто пополам. Давай, ты кого-нибудь сложишь? Тут, конечно, очень много. Давай кого-то найдём. О, я курочку нашла, смотри. Мама курочку нашла. Алиса, коровку нашла. Молодец. Алиса, му-му. Да, я курочка. Ку-ку. Ку-ку то есть. Алиса, му-му. Слон. Си-и-и-я. Слон у Алисы. Алиса. А слоника складывает. Ай. 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 Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть не получается. Тебя не располагает. Как? Кадеми. Кадеми. Кадеми, это иди ко мне. Я тебе говорю. Нет, она всё время растопыривает руки и как будто обнимает меня лично. Подними. Подними, это она говорит. Это иди ко мне. Кадеми. А я говорю, подними. Игорь, иди ко мне. Потому что она ко мне прибегала и сидела на полу, и она меня поднимать её не просила. Она говорила, Кадеми, и обнимала. Просто ко мне руки протягивала. Махонька размурлыкалась. Прибалдела тут. Да? Что такое? Что-то зачесалось. Всё, Алисонка расчёсана. Складывает зебру. Зебра. Зебра, да. Мишка косолапый. Зебра. Вот. А ещё пати. Ой. Что за... Ой. Платье. Платье, да. А чего? Красивое. Красивое платье. Прыгай в платье. 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 Можно и в платье прыгать. Платье. Будешь играть? Платье. Лев. Лев, да. Лев. Кусяка. Свинка. А это кто? Лягушка. Лягушка. Платье. Павлин. Подводная лодка. Ольга. Это замок. Бабочка. Бабочка. Единорог. Единорог. Слон. Слон. Ути. Мозаика. Ути. Сейчас посмотрим, кого выберет Алиса делать. Глазю. Стрекозу. Ух ты. Ух ты, стрекозу. Глазяки. Глазяки? Ух ты, какие глазяки. Класс. Синий. Синий. Синие крылышки будут. Пятнышки на крылышках. Классно, красиво. Кончики. Кто? Контенький. Желтенький? Ух ты, шка. Не туда, да. Там зелененький, а тут желтенький. Да, правильно. Молодец. Ой, синий у них. Вот он зеленый, ну да. Молодец. Все ты знаешь. Синий. Синий. Ой, как-кап. Дождик, кап-кап. Ой. Ой. Синий. Конечно, синий. Молодец. Молодец. Синий. Еще синий. Вот так, молодец. И какой остался? Желтенькая. Желтенькая. Видите, Пуся, челка ушла. Ура! Ура, молодец. Все собрала. Красиво-то как. Все. Кого дальше? А сейчас картину. Картину? Давай картину. Так, кого лису дальше выберет делать? А ну-ка, ну-ка. Давай посмотрим. Лав. Жираф? Жирафа? Ух ты. Вот это картина. Это картина. Картина. Классная. Глазащаки. Глаза, да. Сам. Глазащаки. О, так красивенько. Так, открыли здесь уже игру. Сейчас папа соберет с тобой. Костя собирает этот трек по инструкции. В принципе, интересно. Действительно задумано. Такие они достаточно плотные. Я боялась, что они вообще будут чуть ли не как картон. Эти штуки. Нет, такие ничего. Да, вот так Олесенька будут ездить. Только папа их все закрутит, и они будут быстро-быстро ехать. Быстро будут, ты увидишь. Прям огонь будет. А я по папе машинка. По папе машинка. Видишь, что папа строит? Торек какой. Да, вот так будет круто. Видишь, хорошо, когда девочка всем интересуется. Не, не толкай, а назад. Она же инерционная. Назад отводить надо. А ну дай папу. А возьми вторую. Вон вторая. Вот так будет ездить, да? Мертвая петля прям. Ух ты. Вот этот сячик убили. Вот это вот нашей разбойнице нравится. И папе тоже. Видишь, не обязательно сына иметь. Дочь тоже может таким интересоваться. Такая вот получилась трасса. Но она как-то еле стоит, вся шатается. Даже первая. Что я не могу делать, когда на мне прыгают? Упала? А что ты лезла на папу? Я папу, 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 папу. Так, не убралась на папу. Папу, 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 папу. Папу, папу, папу. Папа. Папа, папа. Папа, папа. Ты поешь, дочь? Каскадерка какая-то у нас. Если честно. Косика. Держись хорошо. Косика. Ой, папа. Бедный папа. Ой. Косико. Высоко. Алиса высоко. Нет, держись. Держись ручками. Летать люди не умеют. Мы не птички. Держись. Да, вот так ездить можно. Алиса, иди будем машинку запускать. Иди, а то тут все разваливается. Да. Машинку будем запускать. Сейчас папа запустит. Ты только ручками не трогай, потому что оно разваливается. Видишь? Да, действительно надо на стол перенести. Ну да, здесь, наверное, ковер еще не ровный. Давай вместе перенесем. Ты должны как-то, ну, просто со временем какие-то. А может и крепиться, да. А нет, никаких липучек. Ну, тут только какие-то вот наклейки. Как-то вот стоят они рядом друг с другом. Они разъезжаются. Ну да, они как-то разваливаются. Странные, непонятно. Алис, куда ты ушла? Мне кажется, они как-то крепятся друг к другу, смотри. Так они и крепятся, Костя. Тут есть на рисунке. Втыкаются друг в друга. Да. Алиса. Так, ну что, пробуем на столе. Что-то не вышло. Сильнее как-то надо, да? Ого! Ого! Что-то она на той петле слетает, да. Нет, только раз на той спутил. Какая синяя. Смотри, папа запускает. Давай, папа запустит, доченька. О, алиса сейчас проедет везде. Вот это да! Вот это горки, да, доченька? Давай, папа тебе красную запустит. Дай, папе. Ну, рекорд у нас вот здесь. Угу. Ух ты. Ух ты! Что она говорит? Приехала? Приехала. 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 Приехала, приехала. Красный. Красный. Ого, у меня получилось. Алис, ты видела, как она пролетела через это огненное кольцо? Да, 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 Алиса, я с Чупа-Чупс. Сейчас у меня начнется хейт еще по этому поводу. Ах, теперь не получилось. Все, идем спать кидать. Все, всем пока и до новых видео.